Приветствую вас. Я думаю, что проблема заключается в том, что вы здесь в большей степени думаете о другом человеке. В большей степени вы ориентируетесь здесь на другого человека, а не на себя. Потому что в руководстве человека могут быть свои собственные желания, которых он вполне нормально может не разбираться, которые он вполне нормально может не понимать. То есть, ну это может быть как-то вот не деференцировано им. А вам, именно вам нужно для себя определить, что хотите вы. И что в первую очередь нужно вам. Именно вам, что в первую очередь нужно. И в этом контексте, в контексте того, что нужно вам, единственное, неприемлемо для вас то, что человек предлагает. Это одно, если неприемлемо. Сомневаетесь вы в том, что человек будет вам верен и страх измен. Это другое. И ситуация здесь совсем не та же самая, что предыдущие. Вещи здесь совершенно разные. Совершенно разные. В данном случае, в большей степени, вы говорите о своей неуверенности в себя, о своей тревожности, о том, что вы не знаете, чего ждать от человека, не знаете, чего от него ждать. Кроме того, на мой взгляд, вы не уверены в том, что сможете ему отказать, как мне кажется. В этом тоже есть определенная проблематика, как мне видится. Вы боитесь, что не сможете отказаться мужчине в его желаниях. Вы боитесь, что не сможете сказать ему нет. Нет. И в этом ваша проблема. То есть, ориентир здесь идет именно на другого, не на вас. Следующее. Чего хотите вы? Если вы хотите семью, для чего она вам? Зачем она вам? Да? Брак. Вы пишете притяжение. Но что такое притяжение, Маргиз? Что в вами понимается под притяжением, если угодно? Это тоже очень важный момент, на который вам для себя нужно, на мой взгляд, ну, найти ответ. Потому что это важно. Это может быть страсть. Но любовь ли это? Дальше. Меня очень смутило его желание. Смутило чем? Так. Вы пишете, сам готов подписать контракт за верностью, но, несмотря на это, он тебя интересуется, с кем я онлайн и ревнуют. И что? Что для вас означает эта ревность, его ревность? Не знаю, как мне быть. Как быть, чтобы что? Нормально ли его желание? А вы не уверены в собственных желаниях? Коли спрашиваете о том, нормально ли его желание? Смотрите. В чем именно вы не уверены? Постарайтесь усилить свой конфликт. В чем именно вы не уверены? Чего вы боитесь и так далее? С этим можно поработать. То есть можно поработать с тем, чтобы понять, из чего состоит ваш конфликт и соответственно постараться этот конфликт разрешить. Разница в возрасте, безусловно, здесь большая и, вероятно, подразумевает под собой некоторые ваши трудности и проблемы, которые у вас у самой есть. Например, желание быть ребенком, некоторая такая оторванность от собственных чувств, отсутствие интереса к своим ровесникам и так далее. То есть все это, в принципе, может быть. И это все нужно правильно поисследовать, чтобы понять, насколько это все вот, ну, влияет на то, что происходит между вами и мужчиной сейчас, на данный момент. Вот. Это, в принципе, ну, более чем важно здесь. Понимаете, штука в том, что желания, любые желания человеческие, не могут быть ненормальным. Ну, то есть они, они, они либо есть, и они просто есть, либо их нет, и их нет. А вот ненормальных желаний не бывает. Другой вопрос, а что именно хочет мужчина? Совершенно очевидно, что мужчина в себе не слишком сильный, мягко говоря, уверен. И может ли это, например, отстать проблемы? Да, возможно. Возможно, может отстать проблемы. Потому что человек в его возрасте не уверен, не уверен в себе, ревнивый и имеющий такие, такие желания, может иметь проблемы с самостоятельно. Может быть, как бы, потребность в том, чтобы самоупреждать. Вот. Причем, за ваш счет. Что, особенно, реально, если вы, вот, не уверены в себе, если вы готовы подчиняться и так далее. То есть это очень важный момент. Вступать в такого рода отношения, как и в любые другие можно, но осторожно. Осторожно. Имея четкое понимание, на что вы готовы, а на что нет. Вот. Ну и, конечно же, наверное, повысив немного, собственно, уверенность. Потому что, на мой взгляд, сейчас вы слишком тревожны и слишком не уверены в себе. Вот. Ну, это мое мнение и, соответственно, может быть, я ошибаюсь. Вот. Мне кажется, вы боитесь своего измена, мне кажется, вы боитесь, что человек вас предаст, вот. И вообще, тема ревности, ой, тема верности, вот, это очень такая деликатная и, я бы сказал, двухсторонняя такая тема, именно двухсторонняя тема, потому что, с одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, мы, конечно, говорим про верность. И, вроде как, это хорошо, но, с другой стороны, говоря о верности, мы думаем о верности в контексте, в контексте возможной измен. А это уже вопрос про наши или страхи, или желания, что порой одно и то же. Вот. Без определенного уровня доверия вам с мужчиной, вот этим мужчиной, но отношения будет не построить, к сожалению. На этом все, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.